Традиция колокольных звонов сложилась на Руси очень давно. Звучание колокола называли «Молитвы без слов». Каждый вид звона имел определённое значение. Например, набат предупреждал об опасности, а благовест – о начале богослужения. Сегодня делается всё, чтобы прекрасная традиция колокольного звона не только сохранилась, но ещё и развивалась. В Симбирской епархии уже второй год подряд проходит межрегиональный фестиваль колокольного искусства имени святого благоверного великого князя Александра Невского. С приветственным словом гостям и участникам фестиваля обратился митрополит Симбирский и новоспадский Лонгин. Владыка Лонгин отметил, что искусство колокольного звона активно развивалось в дореволюционный период, но в советские годы благочестивая традиция церковных звонов была прервана. Сегодня она возрождается вновь. В последние десятилетия вместе с общим развитием церковной жизни и восстановлением восстанавливаются и традиционные виды церковного искусства. Это и церковное пение, иконописание, архитектура церковная и, конечно же, искусство колокольного звона. И во многом этому способствуют такие вот фестивали. Их достаточно много в разных местах. И их проведение стало уже доброй традицией. Фестиваль колокольного искусства посетил первый заместитель председателя законодательного собрания Ульяновской области Василий Гвоздев. Он поздравил присутствующих с Днем города. Искусство колокольного звона показали мастера из Самары, Пензы, Нижнего Новгорода, Чебоксар и Ярославля. Помимо взрослых, опытных звонарей, выступили и совсем юные участники. Мы приехали большой дружной командой звонарей из Самары. Это представители звонарей разных храмов и нашей же детской школы искусств номер 3 младости ученики. Звоны разнообразные, самарские, традиционные, которые узнает вся Россия и авторские. Некоторые участники приезжают на фестиваль колокольного искусства уже второй год подряд. Ну, новые звоны. Я только недавно приехал из Санкт-Петербурга, буквально вчера, и приехал с новой программой, с новыми звонами. Стараюсь как бы развивать разнообразие колокольных звонов и демонстрировать как можно больше возможностей для разных наборов колоколов. На вопрос, для чего нужны подобные фестивали, участники отвечают не раздумывая. Ну, во-первых, чтобы они понимали, чтобы мы не были такими иванными непомнящими родства, чтобы понимали, что это за звоны, то есть что они называют церковь. И для звонарей непосредственно это важно, чтобы нести свою локальную традицию. Во время фестиваля прозвучали архиерейский встречный звон, праздничный звон, венчальный звон, кремлевский соборный звон и многие другие. По окончании фестиваля все участники получили благодарственные письма митрополита Симбирского и Новоспадского Лонгина. Планируется, что фестиваль колокольного искусства в Симбирской епархии станет ежегодным. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Временный деревянный храм во имя святого благоверного великого князя Александра Невского был построен в 2010 году. Сегодня его размеры не позволяют вместить всех прихожан, поэтому в прошлом году было начато строительство большого каменного храма. Настоятель, отец Сергий, охотно рассказывает о том, на каком этапе находятся сегодня строительные работы, при этом называя строящийся храм духовным центром притяжения горожан. Сегодня у нас кладочные работы полностью завершены. У нас остался монтаж кровли. Это тоже трудоемкий процесс, который будет идти несколько месяцев. Дай Бог, если Богу угодно будет, то к Новому году мы должны завершить кровлю храма. Святого благоверного князя Александра Невского. Параллельно будем вести строительство котельной, потому что нам нужно будет провести тепло в зиме. По словам настоятеля, преобразится и вся территория, которая находится около храма. Рядом с храмом будет сквер, парк имени Александра Невского, где будет памятник. Площадь будет замощена плиткой. Также будут зеленые островки, то есть саженцы, цветы, кустарники. И вот этот ансамбль общей территории вместе с храмом, он, я думаю, будет дополнять прилегающие территории, то есть парк семьи и ДК патриоты. В день перенесения мощей святого великого князя, митрополит Симбирский и новоспасский Лонгин совершил божественную литургию во временном деревянном Александра Невском храме. Владыка Лонгин поблагодарил всех, кто помогает в деле строительства храма, а также выразил надежду на то, что количество прихожан в Засвияжском районе будет только увеличиваться. Дай Бог, чтобы храм этот стоял, чтобы он украшал нас город, но самое главное, чтобы в нем совершалось богослужение, чтобы люди, приходящие в него, встречались бы там со Христом, чтобы в таинствах церковных, которые будут совершаться в этом храме, как можно больше бы людей приходило к Богу. По окончании богослужения состоялся крестный ход вокруг храма. Митрополит Лонгин осветил кресты и купола. После этого к жителям города обратились представители сообщества благотворителей строительства новой церкви. Я прежде всего хочу поздравить и поблагодарить нашего замечательного владыка, владыка Лонгина, за то, что он нас вдохновил, собрал на это богоугодное дело, причем в год юбилея нашего национального героя, святого Александра Невского. Это богоугодное дело на самом деле, и в него включилось большое количество людей. Решите мне от имени губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских в первую очередь поблагодарить вас, уважаемый владыка. Хотелось поблагодарить наших уважаемых благотворителей. Хотелось поблагодарить каждого из вас, кто в меру своих сил и возможностей участвует в этом действительно великом соборном деле. Один за другим были подняты оба купола. Их изготавливали мастера из Челябинска, которые специально приехали в наш город. Вес центрального купола составляет 4,5 тонны, при высоте креста 4,5 метра, а вес малого купола 750 килограмм, при высоте креста 2 метра. В этот же день в центре Патриот прошло торжественное мероприятие, посвященное памяти святого благоверного великого князя Александра Невского. Одной из задач, которую ставили перед собой организаторы, стало напоминание жителям города о роли и значении в истории фигуры великого правителя, воина и святого. Прозвучало несколько композиций в исполнении хора Спаса Вознесенского собора. Митрополит Лонгин напомнил присутствующим о том, какой вклад в историю внес святой великий князь Александр Невский. Этот святой очень ближе к нашему народу и был таким достаточно с давних времен. Он дорог каждому человеку, который любит свое Отечество, знает и понимает историю России. Это был настоящий христианский провидим Древней Руси, который строил свою жизнь и жизнь своего народа на евангельских принципах. Всем известны слова, которые часто повторяют в связи с его именем. «Не в силе Бог, но в правде». И мы должны понимать, что это правда Божия, правда евангельская, которая делает как отдельного человека, так и весь народ духовно целостным и духовно сильным и счастливым. Второй частью памятного вечера стал концерт с участием камерного ансамбля Ульяновской филармонии и вокального ансамбля «Элегия». Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня в редакцию нам поступили вопросы, на которые мы хотели ответить. Не раз слышал от своих знакомых упрек в сторону родителей, что их крестили, не спросив их. Может, действительно не надо крестить детей в младенчестве? Пусть вырастут и сами решат, где принять крещение. Ну, если подходить именно с этой стороны, что детей нужно обо всем спрашивать, с самомладенчества, ожидая их разумности и осознанности, то мы можем здесь, конечно, подпасть в великий соблазн. Мы можем, во-первых, дождаться возраста, когда будем спрашивать, во что их одевать, чем кормить, чем питать и чем лечить. Но мы понимаем, что как ребенок получает лечение, образование, во-первых, по наставлению родителей, по их, может быть, где-то даже вере в их будущее и так далее, то и здесь крещение маленький человек принимает исключительно по вере родителей, по вере крестных, то есть людей, которые призваны помогать во всем родителям плотским. И поэтому, естественно, мы не ручаемся за то, каким вырастет этот младенец в будущем. Будет ли он верующим, будет ли он христианином. Но, по крайней мере, тот дар, который, кстати, с первых веков христианства в виде крещения предавался и младенцам, а младенцев крестили сами апостолы, потому что мы из апостольских деяний знаем, что если апостолы крестили взрослых, то они крестили весь дом – и слуг, и рабов, и детей, и младенцев в том числе. Поэтому младенцы не могут быть лишены этого дара. Это как привитие к великой ветви Христу. Маленькая веточка, маленький человечек прививается через крещение Господу. И когда мы вспоминаем о слове «крещение», в корне этого слова лежит слово «крест». То есть младенцу прививается вот эта жертвенность, жертвенная любовь. И через эту жертвенную любовь, надеемся, и каждый христианин послужит Господу. Как Господь говорит, кто любит меня, пусть отвержится себя, возьмет крест свой, вслед меня идет. Вот это таинство крещения – это взятие на себя, креста Господня. Конечно, без объяснения родителями младенец не будет сам по себе уяснять, что такое крещение, для чего оно нужно. И, наверное, только тот выросший ребенок, этот упрек, скажет родителям, что зачем вы меня крестили, если не получал хотя бы начального маленького образования домашнего. Для чего меня крестили, зачем? Ведь часто крещение принимает, к сожалению, даже из меркантильных интересов, чтобы человечек маленький был здоров, чтобы присутствовало в его жизни эфемерное счастье, успех и так далее. Но все это не так. Все это лживые и неправильные цели, которые ставят родители при крещении детей. Единственная цель крещения – это приобщить ребенка к кресту, к христианству, приобщить ребенка к Господу, чтобы на ребенка снизошла благодать Божия. Но как любая благодать растрачивается и истощается, если ее не поддерживать, как не подливать масло в лампаду, так и тот же самый младенец, если не поддерживать в нем веру, не укреплять эту веру. Да и взрослые тоже этим страдают. Часто у нас вера моментами ослабевает, а моментами укрепляется. То же самое касательно и детей. Мы должны со своей стороны постараться вложить в них все возможное, рассказать о Христе, о Евангелии, о евангельских событиях. И в этом смысле, конечно, выросший младенец не задаст вопрос, почему меня крестили в детстве. Но крещение – это дверь в собрание церковное. Без крещения невозможно за человека молиться, это уж если исходя из практических побуждений, то как ты за некрещенного будешь молиться? А с другой стороны, конечно, крещение – это баня так называемой паки бытия, то есть вновь рождение. Человек рождается дважды в этой жизни, христианин. По-плоскому рождается от родителей, да, и по-духовному – это от Господа через таинство крещения. И если правильно родители будут подходить к этому вопросу с рассуждением, подбирать крестных и сами, не просто как к формальному обряду, то действительно это принесет в свое время нужные плоды. Продолжение следует...